Интернет-зависимость С главного, да? Существует ли интернет-зависимость? Безусловно, существует, но давайте сразу разграничим о том, что бывает патологическая зависимость, или когда человек просто увлечен и действительно проводит много времени в интернете. Это совершенно разные вещи. Когда понять, что вот все уже, надо как-то сокращать. Есть три признака, собственно говоря, как у любой зависимости. Ну, первое, это синдром абстиненции по-умному, а по-простому это синдром отмены. То есть, когда человек без предмета зависимости начинает очень страдать, он начинает, ну, плохо функционировать, он не может там, не знаю, работать, он не может жить, у него ухудшается физическое состояние. Второй признак – это компульсивные или, если говоря русским языком, бесконтрольные повторяющиеся действия, когда человек сам себя не контролирует, он все время, да? И третий, самый главный признак – это сужение интересов до предмета зависимости. То есть, когда человеку больше ничего в жизни не интересует. Вот, как и у любой зависимости, если эти три признака присутствуют, да, мы можем говорить о патологической зависимости, при которой следует, в общем, обращаться к психологам, к психотерапевтам, чтобы как-то с этим разбираться. Но признать это можно только в том случае, если ты, допустим, какое-то время попытаешься прожить без интернета, да? Да, у нас мало кто, ну, во-первых, все, кто к нам дозванивались, все говорили о том, что они не интернет-зависимы, у них все в порядке в этом плане. Они телезависимы. Но проверить… Да, это тоже, кстати, вопрос. Но проверить это можно только следующим образом. То есть, можно взять свой телефон, допустим, да, отключить в нем интернет, дома тоже не пользоваться интернетом, да, и только тогда ты можешь понять, зависим ты или нет, я так понимаю. Но здесь тоже должен быть какой-то определенный промежуток времени для того, чтобы выяснить этот факт. То есть, на полчаса, если отключить, либо на сутки, да, тут не поймешь, интернет зависит, либо за сутки. То есть, сутки, ограничение такое вот можно поставить для себя в сутки, да, если на постижении суток ты прожил без интернета. Если невозможно, если человек начинает метаться, если он не может есть, спать, если ему больше ничего не интересно, да, можем говорить о патологии в этом смысле. Если человек просто увлечен, ну, давайте же вспомним, что, ну, интернет вообще не такая уж плохая штука. Ну, да. На самом-то деле, да, если многие говорят, ах, ну, как так страшно, мы раньше собирались, общались, а тут мы, значит, все время в интернете. Но ведь мы можем видеть и общаться с теми людьми, с которыми так просто не встретишься, с большим количеством людей, да. Я, например, в курсе, что происходит у моих коллег там, я не знаю, из Киева, из там Днепропетровска, потому что мы там в Фейсбуке, я читаю их публикации, я знаю, когда у них рождаются дети, когда они там женятся, разводятся. Мне кажется, что без интернета это было бы почти невозможно. Ну, а можно ли заменить общение, просто вот общение живое и общением в интернете? Тем более, что технологии сейчас позволяют, можно потому что с скайпу общаться, да, в виде человека непосредственно. Это повлияет как-то вообще на общение? Ну, как-то повлияет, да, безусловно. Ну, понятно, что личное общение, оно лучше, оно ярче, оно объемнее, но это не всегда возможно в наше время. То есть, в принципе, если это заменить, как это повлияет вообще на человека, на общение? Если заменить полностью общение живое на общение в интернете? Ну, смотрите, да, наши пять органов чувства. Не все включены, когда мы общаемся через скайп. Ну, как минимум, мы не чувствуем, не знаю, запах духов любимой женщины, да, вот вы не чувствуете, да, или мы, ну, там, все равно, ну, как-то обделены. Но это некий суррогат, но если нет другой возможности, почему бы и нет? Да, вот я работаю, например, в скайпе, да, я принимаю клиентов, там, из разных стран мира, а как по-другому? Да, нет возможности приехать. Хорошо, смотрите, если есть зависимость, значит, с этой зависимостью как-то стоит бороться. Как вот, что вы посоветовались для того, чтобы от этой зависимости избавиться? Есть какие-то определенные способы действия? Ну, да, вот если человек понимает, что у него зависимость. Ну, вы знаете, любая зависимость лечится у психолога или психотерапевта. Я другого способа не знаю, честно. То есть самостоятельно вряд ли, да, можно справиться? Ну, если это патологическая зависимость. Если человек, ну, просто утром встает, и раньше мы просматривали утренние газеты, а сейчас мы просматриваем ленту Фейсбука, да, в то время, когда у нас есть свободное время, то почему бы нет? Мы не можем тут говорить прямо о зависимости, да. Если у нас отключат интернет, мы почертыхаемся, ну, пойдем делать что-то другое, там, или, да, там, достанем книгу, пролистать. Ну, при таких вещах не нужно пугаться. Вот понимаете, смотрите, зависимость, ну, в принципе, зависимость любая, это такая штука, это вместо проживания. Проживание, то есть это действование, действие вместо проживания каких-то чувств. Мы уходим иногда, ну, так, аутизируемся, уходим в себя, и, оставаясь наедине с компьютером или с телефоном, мы избегаем проживания каких-то болезненных для себя чувств. Ну, в этом случае что делает психолог или психотерапевт? Он эти чувства все-таки наружу достает, заставляет, можно сказать, в какой-то степени их проживать, помогает, да, остается рядом с человеком, ну, не знаю, вместе с ним плачет, вместе с ним смеется, да, ладно, ну, вдвоем не так страшно. И тогда, в общем, ну, нет уже такой необходимости прятаться в интернете от жизни, от боли иногда. Но все-таки если вот человек признал о том, что все, я без интернета не могу, и мне нужна квалифицированная помощь, какие вот поэтапно, что можно сделать вот до обращения к психологу либо к психотерапевту? До обращения, не знаю, ну, проверить, насколько правда ты можешь без интернета проживать. Ну, не знаю, есть тама книг, что делает там психолог, да, в своем кабинете, да, помогая избавиться от какой-либо зависимости. Иногда это более успешно, иногда менее. Существуют ли какие-то правила поведения в интернете? Должны ли они существовать вообще, да, или, в принципе, в интернете можно делать все, что ты захочешь? Ну, давайте так договоримся. Интернет – это часть жизни, да, ну, тут уже как-то всем это уже понятно. И все правила в жизни, которые мы, да, придерживаемся, они же есть в интернете. Если я прихожу в гости, если я прихожу к вам в гости, то как-то неловко будет вам хамить у вас в гостях. Ну, правда же? Вот. То же самое, если, ну, я захожу к вам на страничку, написать там какую-то гадость, то есть, ну, пишите на свои, чему вы будете писать, да, там, на мои. Ну, какие-то такие вещи, да, ну, те же правила действуют. Ну, в интернете, конечно… Нужно ли их соблюдать, да, вот эти вот правила? Ну, тут же каждый выбирает для себя. Если вы хотите оставаться в отношениях с этим человеком, то стоит. Если нет, ну, хамите на здоровье, вас заблокируют, ну, нормально. А почему вот люди все-таки в интернете, да, в каких-то социальных сетях чувствуют, ведут себя по-другому, в отличие от того, как они ведут себя, допустим, в жизни? Ну, не всегда. Ну, некоторые просто становятся смелее, что ли, да. Ведь можно, ну, это такой мир, где можно поставить, значит, чужую фотографию, да, и быть там супергероем, например, да, или там красавицей, принцессой, которой в жизни не являешься, вести какую-то двойную жизнь. Ну, это в особо таких каких-то клинических случаях. Вот, ну, по-разному. Можно, ну, не страшно получить по морде, например, в интернете, да, там, да, ну, еще какие-то вещи, которые, ну, да, в интернете люди себя чувствуют более свободно. То есть более храбрые становятся. То, что они не могут сказать в лицо, они могут это выразить в интернете. Иногда так, к сожалению. Есть ли какие-то вот правила по поводу, допустим, размещения фотографии, да, вот можно ли выделить какие-то определенные правила? Правила? Ну, смотря для чего вы их там размещаете. Вот, ну, смотрите, если я формирую какой-то свой имидж, да, ну, если я, например, там, психолог, то как-то в купальнике мне фотографию размещать, да, я понимаю, что мои клиенты или, возможно, клиенты, или просто люди, которые меня знают, будут заходить ко мне на страницу, да, и тут я весь в белом, ну, как-то не камильфо. Вот. А если я, например, там, я не знаю, ну, не знаю для чего, привлекаю каким-то образом на свою страницу, может, я продаю купальники, то почему бы я не буду, ну, не могла бы быть в купальнике на своей аватарке? Все зависит от цели. Давайте вот тогда возьмем, допустим, сайты знакомств, да, которые сейчас очень распространены, да, и очень многие люди там проводят тоже достаточное количество времени. Вот для того, чтобы как-то произвести хорошее впечатление, скажем так, да, какие все-таки, какую информацию стоит о себе выкладывать, и какие фотографии должны быть? Ну, мне кажется, что честность, в общем, никто не отменял. Ну, какую-то... То есть приукрашать себя не стоит, да? Приукрашать... Ну, ведь если вы будете встречаться, то каждый сможет заметить, что что-то сильно не совпадает. А фотошопленная фотография не совпадет с оригиналом, да, там, текста, не знаю, в двух высших образованиях может тоже сильно не совпасть. Ну, как-то так. Фотография должна быть... Это должен быть портрет в полный рост, вот такие вот... Для привлечения прям внимания, я думаю, то и другое. То есть как можно больше информации должно быть, да, о человеке, или все-таки должна быть какая-то такая... Оставаться загадкой. Основные какие-то моменты. Опять же, все зависит от цели. Если человек действительно ищет свою вторую половинку, я думаю, стоит дать, ну, какой-то информации больше, чтобы, ну, чтобы потенциальные, не знаю, женихи или невесты понимали, на что они идут. Ну, и тоже раскрываться особо, да, какой-то душевный эксгипционизм, мне кажется, тоже не приветствуется. Ну, в принципе, основные вот какие-то правила в общении, допустим, писать грамотно, да, стоит ли? Ну, вы знаете, по-разному, да, есть такие, значит, грамморнации, да, пропущенная запятая уже является там темой для того, чтобы с этим человеком никогда не встретиться, да, там, вот. Есть люди, которые просто пишут все одним предложением, не очень понятно там, как там было, казнить нельзя, помиловать, да, и тоже невнятно он с тобой то ли познакомиться хочет, то ли убить тебя, в общем, тоже не очень ясно. Вот, ну, я думаю, что, ну, хорошо бы быть такими, как в жизни. Если вы в жизни пишете грамотно, мне кажется, уважение к собеседнику, знаки припинания, ну, расставлять знаки припинания, да, там, стараться писать, насколько возможно, грамотно, это все-таки уважение к собеседнику, ну, и показатель собственной культуры и образование, да, если вам есть до этого дело. Когда мы переписываемся с очень близкими людьми, да, которых мы понимаем с полуслова, мы можем как-то так, ну, писать, чтобы мы друг друга понимали. Ну, для начала общения, я думаю, стоит постараться и как-то... То есть, если вы хотите произвести впечатление культурного, образованного человека, то, соответственно, нужно вести себя. Да, тем более это все сейчас просто так. В большинстве социальных сетей идет подчеркивание там, где, да, есть ошибка, и многие, тем не менее, эти ошибки не исправляют. И вот это кажется, ну, совсем каким-то наплевательским, да. То есть, ну, в любом случае, стоит следовать каким-либо рамкам определенным, да, вот на тех же сайтах Затокомств, на тех же социальных сетях. А если вы не знаете, где найти эти сайты, точнее, рамки, то можно посмотреть в интернете. Опять-таки, мы к нему вернулись, да. Это правда. Действительно, столько информации, интернет, ну, ведь мы говорим о вреде, о пользе забываем, да, как-то сейчас удобно, да. Заказывай там билеты, да, там, и не знаю, ходить там в театр, бронировать где-нибудь места, школьники, как удобно родителям, электронные дневники, где каждый день может посмотреть там мама, что ребенку задавали, там, домашние задания, ну, много всего. Не так страшен интернет, как его молить. Спасибо большое. У нас в гостях была психолог Ирина Розина. Спасибо за интересную беседу. Ну, а нам остается только подвести итог и попрощаться с вами. Действительно, интернет сейчас настолько распространен, что без него мы вряд ли себе представим свою жизнь. Ну, а если все-таки почувствовали какую-то интернет-зависимость, то всегда можно обратиться к специалистам, которые, возможно, вам помогут решить и эту проблему тоже. Ну, слушай, друзья, вам хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что эти два часа вы были с нами, поднимали настроение. Мы делали все для того, чтобы поднять его вам, вручить подарки. Сегодня в этой студии для вас работал Анатолий Гуртовой. И Дмитрий Подорог. До следующего утра. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»